Следующий матч, он завершит наш сегодняшний вечер, и я передаю слово нашим комментаторам. Ну и всем еще раз огромный пламенный привет, дорогие друзья, вот это врыв! Да, сейчас бы на 2 в 5 ворваться, Скрим и Смитс, вперед и в бой, как говорится, без бомбы на полторы минуты тайминга. Ну смотрим, за этим отрядом Смитс, что ему сейчас засчитало? Ну, тут уже нет, повтору не будет. Два хедшота сочных, но остался один Скрим. У него есть армор, это плюсик, но Глок на длине, это минус. Да, здесь как-то вот, ну, шансы Скрима сводятся к нулю все-таки, ну хотя минута времени, может что-то рандомненькое и получится. Но Швейда Стеатархи строго, поэтому не думаю, что тут что-нибудь прилетит, кроме вот такого вот хедшота от Фраберга. Ну, непонятно вообще, что пошло не так у Атаки, ну, мы уже вот-вот, что пошло не так, врыв в длину, который, откровенно скажем, без флешки не получился. G2 решили ответить вот Нипам тем же, что они демонстрировали на трейне. Сумбурной и агрессивной атакой, ну вот такой вот интересный старт. Да, любопытно будет посмотреть ситуацию в группе, если фавориты разойдутся со счетами 1-1. То есть там еще до конца может сохраняться интрига, кто на каком месте. Ну, да, на самом деле пока еще ничего не понятно. Напоминаю вам, что это только первый день группы B, там дальше будут у нас также проходить матчи, потом плей-офф, полуфинал, финал, все будет в течение этой недели. Да, для тех, кто внимательно следил за первой игровой неделей и лиги, то система не меняется, 6 групп с одинаковым расписанием. Сейчас много денег для Фореста должно быть, делает первый минус, второго тоже забирает, ну, тут надо уже давать фармить тиммейту. Пошел, пошел Форест, троих в итоге уничтожает, Шокс, конечно, обходит спину, но хватит ли сил на 4 фрага? Ну, запоздалый сплит все-таки от Шокса. Да, даже на первого не хватило, в итоге 2-0, начало бодренькое. Ну, главное, не сдуться. Ну, вот, карта Dust2, вот, в случае в противостоянии G2 и NAP, это ни нам, ни вам. Тут очень сложно выделить фаворита. Когда-то против Nipple все банили Dust. Тут, во-первых, нет такой возможности, потому что изначально бан определяется, а во-вторых, ну, в принципе, у G2 тоже Dust на очень хорошем уровне. Да, французы, видимо, рассчитывали играть Dust2, опять-таки, рандом выбрал именно эту площадку для сражения, но чисто в психологическом смысле все-таки попроще будет шведам. Должны они тут чувствовать себя покомфортнее. GetRack, кстати, хорошая аркада, прочекал мидл, Темку вернулся в мидл. Ну, и тут, конечно, вопрос, отпустят ли его назад. Ну, вот не отпустил, Шокс все-таки сделал этот минус. Правда, размен по Смитсу обеспечил Питт. Ну, в целом ситуация вроде бы и неплохая, но... Смотри-ка, Форест с Кольтом контролирует центры карты, французы не пойдут воевать с этим парнем. Бомба что-то мечется в районе респауна туда-сюда и принимает все-таки решение идти в район А. Ну, давайте смотреть. Тут, в принципе, ну, такой выход можно осуществить. Например, Exist. Exist силен. М-ка и две флешки. Может раздать. Вот атака без единой флешки. Ну, будет пытаться просто выйти мясом. Давайте смотреть за Exist. Ну, я думаю, 2-3 франка. О, да это ранбуст от Боди. Оп, полетел космический летун. Кстати, попал в голову Exist. Это хорошо, но у Боди буквально на один выстрел оставалось хп. Ранбуст зачетный, но дальше него не продвинулась атака. Ну, в результате 3-0. Ожидаемый счет. Вот сейчас уже стоит как раз-таки смотреть, не поменяется ли что-то в этой ситуации. Вот он, повтор момента. Действительно, Боди попал. Но Exist под флешку тиммейта, в принципе, оформил хорошую серию фрагов. АВП для Пита. Опять калашей смогли приобрести Геймерс 2 на первом девайсном. Ну, и давайте смотреть. Война на длине. РПК понесся под флешечку. Делает первый минус. Ну, может сгореть. Нет, оставили пока живым. Да, успел размансоваться. Европеид выравнивает счет по выжившим. А вот ситуация со здоровьем у французов не очень. Ну, вообще тут как-то все пока не очень. И позиции у шведов тоже какие-то весьма и весьма странные. Но пока французы не успевают этим воспользоваться. Французы вроде бы вышли на длину. Но из-за того, что и РПК, и Смит остались буквально по 20 и 13 хп, дальше выйти боятся. Вот так шведская связка. Посмотри, они играют все в медле сейчас. Кто выходит на точку, объясни мне. Пытались прочитать действия их оппоненты. Думали, что на Б пойдут. Но в итоге успели. Опять-таки слишком медленный выход длины. Ну, Шокс говорит, что Индюк тоже думал. Делает два минуса. Фрайберг разменивает. Но, в принципе, ситуация неплохая для шведов. В плане того, что по холстбарам все плохо. Пит выходит, как мы видим, на помощь своим тиммейтам. Они остались на пару с Фрайбергом. Против лоу хиповых Смитса и РПК. Ну, судя по всему... А, нет, есть инфа по холстбарам. Потому что Пит свопает девайс. Ну, и теперь на калаше у него вообще не должно быть никаких проблем. РПК в соловьяме остается. Но есть понимание о нем. Должны, по идее, минусовать здесь этого парня. Но тот борется, как скрим учил. Но, видно, до конца не успел выучить. Ой-ой-ой, что-то по РПК не попали. Дефьюз успел все-таки. Это 4-0. Но на каком тончайшем волоске сейчас просто. Фрайберг ужасно разыграл карту Трейн. Но, как мы видим, вытащил очень важный раунд. Первый девайс на втором Дасте. Шокс, конечно, постарался. Но РПК, по-моему, тайминга не хватило. Потому что вот уже идет Дефьюз. Но он секунды полторы потерял, пока только поднимался на ступеньки. Да, пакет вроде как и под него, но и нет. Вот такое тоже бывает. Все-таки очень далеко поставили. Но в результате как раз-таки этот микро-момент и не позволил растащить эту кулач-ситуацию 1-2. В итоге, конечно, у Геймерс 2 сохраняются финансы. При этом очень быстро. Очень быстро. Уже три игрока под медлом. Начинается все с энтри-фрага по Форесту. Гитрайт. Гитрайт будет тяжело в данной ситуации. Он никого забрать не смог. Все-таки погибает моментально. Но это со старта раунда уже 5 в 3. Ну все, уходят на сейв и на IP. Тут даже близко они не успевают хелпануть под точку B. И действительно, французы решают играть настолько же быстро, настолько же агрессивно, как и шведы по ходу карты Детрейн. Но пока это выглядит более качественно. Кстати, только первый раунд, но да, с этим выходом все четко. Очень аккуратно. Ну, несмотря на то, что быстро, разыграли красиво, четенько. Сделали два необходимых минуса. Зажали Гитрайта. Ну и в итоге не успели даже щелкнуть пальцем, а уже проиграли этот раунд. Шокс выходит просто на морозик. Какой же тайминг! Шокс! Ох, ну тут, да, тут синий. Решил абсолютно все. За сейвят, судя по всему, свои три девайса NAP. Ну, для них ситуация не критичная. Счет все-таки 4-1. Три кольта могут позволить им вытащить следующий раунд. Там и закуп должен быть, по идее. Но как минимум форс так точно. Раз уж три девайса на руках имеется, то там, скорее всего, остальные тиммейты тоже что-то докупят. Смотри, боди и скрим 0-1-4 и 0-0-4 по стопам Фрайберга. У нас как-то меняются аутсайдеры, причем очень хаотично. Что в одной, что в другой команде. Вот. Почему? Все очень рандомно. Посмотри, снова фаз длина просто. Ну, что они делают? Фаз длина, но трое в темке. Трое в темке. Шведы вообще не поняли, что делать на карте. Отдали. Ой, они просто убежали. Гитрайт возвращается, а там уже трое в пленте. Скрим на длине. Сюрприз, мой друг, уже, ну все. Гитрайт на Цузехе. Одного забрал, второго надамажил. А что-то его-то тут и не ждали. Один просто с бомбой был в руках. Гитрайт на Цузехе. Какой же он жесткий. Гитрайт. О, холесун. Это рука-лицо. Шокс последний. Есть инфа по Гитрайту. Остается один на один. Ну, а зачем Гитрайт открылся? Не дождался тиммейта, теперь экзист уже. Не было понимания. Один на один, ну и Шокс. Вот просто на уверенности он вышел в окно и развалил кабинет. Вообще не парился, не прятался. Раунд самоуверенных. Посмотри на тот Гитрайт, как он полетел, убил. Ну, вот немного. А-а-а, пивит. Это боль на его лице. Конечно, конечно. Ну, вот тут шведы не почувствовали. Думали, что раунд на длине. Ну, геймер Шту, стоит отметить, отличный сплит. Очень, очень хороший, качественный. Причем он даже, ну, отчасти какой-то фейк. При этом настолько ранний, что шведы на него почему-то повелись моментально. Смотри-ка, РПК. Быстрый entry kill. Попытка одновременно, кстати, прожать длину и проконтролить B была у NIP. Не в этот раз. Конечно, фул эко тут без вариантов. Ну и братство мертвых контртеррористов в банке. Это третий для G2. И вот постепенненько сравнивают счеты. Буквально остались в одном раунде, который, по идее, должен быть уже девайсным у Ninja в пижамах. Остается вот такой темп игры выдержать, когда действительно коллективы размениваются выходами, размениваются раундами. И все идет очень бодренько. Главное, чтобы NIP'ы не расклеились. Дуэль снайперов или не будет? Нет, снайпер пошел на длину. Шокс ни по кому попасть все-таки не смог. Да, Пит при этом с ним стреляться и не думал. Ну и давайте смотреть. Очередной раунд пока что под B. Хотят нам показать G2. Понравилось, видимо, заходить в этот плент. Там как-то не очень играли NIP'ы до этого. И центру не смотрели. И как-то, по крайней мере, до базы B добегали без проблем французы. Как-то пока не могут определиться с позициями четкими. NIP'и тратят, конечно, в нестандартной точке. Но от этого она качественной не становится. Смитс открывается, но это изи. Да, Смитс отлично с прицелом выползал. Форест разменивает тиммейта. Хилпа очень далеко. Форест на машине. Позиция без исходности. Да, здесь погибает моментально. Акзис следом. Ну вот как-то теряют абсолютно все в позициях. В тайминге сейчас шведы. Это 4-4 как минимум. Отличная игра от Шакса. Роль Люркера исполнил здорово. Вот такие, вроде бы, банальные сплит-пуши получаются идеально. Фрайберг. Последний. Ой-ой-ошенький. Рука дрогнула, по-моему. Да, даже стрельба как-то совсем не туда пошла. Но и в итоге как-то даст. Казалось сначала, что начался неплохо. Но в итоге шведы рискуют напоруться на ту же ситуацию. Любопытно. Смитс не видел Гетрайта. Он вышел только после того, как понял, что швед уже стреляет. То есть Гетрай, сам того не понимая, спалился. Такая ситуация, конечно, любопытная. Да, ну как-то вот все выглядит пока что не очень здорово от NAP. Очередное фулл-эко, как мы видим, для шведской команды. Только Диггл в руках Фрайберга может побороться. Писовый Диггл уже потратил. Шокс! Не, ну это окей. Диггл, как контрить фаз в длину. Каждый раунд кто-то из французов убегает на длину и стабильно делает 1-2 минуса там. Ну, конечно, на ЭКО пытались укрепить длину НИПы. Не получилось. Действительно, проблема в том, что нетривиально атакуют геймерстук. Обычно атака используют мидл и шорт очень активно. А французы ходят длина и темка на Б. При этом это очень здорово работает. Да. У НИПов все еще задумки против старого Даста, где мидл и то не раз мидл пропустили вообще. У НИПов задумки против Даста 2009 года в 1.6 по ходу дела. Но пока что 5-4. Перехватывают инициативу, как мы видим, геймерсту. Нам показывают лица игроков. Шокс собран. Вот, кстати, статистика. Говорит сама за себя. 13 киллов за 6 раундов последних. Ну, очень здорово летит сейчас у Папиона. На самом деле очень много красивых минусов. Ну и вот тому статап. Прямое подтверждение. Да. 14-5 шокс. У всех тиммейтов по 4-5 фрагов. Это вообще феномен, ребята. 14 у первого, у второго 5 фрагов, у третьего 4. Ну, как за 10 раундов. Просто один шокс. Ну, его хватает для того, чтобы законтрить всех. Так, конечно, быть не должно. Детройт просто на морозе шьет. Вот мы видим Смоук в центре карты. Раунд через шорт. Ну, и снова полупозиции. Снова свои точки потеряли. НИП, не успев их даже занять. Ну, напережение. Теперь уже ждали длину шведы. А раунд через шорт. Ну, это жесть. Четыре игрока на морозе проходят. И все. Уже что делать? 5 в 5? Да, ну, вот как-то ретейк при ситуации 5 в 5. Это очень интересно должно выглядеть. На шаг впереди постоянно геймерсту. Тем не менее, Фрайберг. Великолепная позиция под центром карты. На пальме срезает РПК. Гетрайт не понял, что делать. Ну, очень специфическое выбивание предстояло сейчас. Ниндзя в пижамах. Ну, и судя по всему, с ним они уже не справятся. Фрайберг и Гетрайт. Фафф 3, но позиции слишком были простые. Гетрайта спалили на КТ. Была инфа по шорту. Какая-то жесть. Фанаты НИБ расстроены. Ну, вот такие. Пытаются. По-моему, они могут убить кого-то, судя по комплектации. Но знаешь, они могут, а вот NAP пока нет. К сожалению. Показывают нам новичка команды Gamer's 2. Боди, ну, не выделяется, прямо скажем. 6 на 6. Ну, шок. Шокс 15 на 5. И тут внезапно пошла какая-то полнейшая доминация от французов над шведами. То, к чему абсолютно никто не был готов. Снова агрессивная длина от французов. Шокс! Наконец-то убили этого монстра. Закрыли Шокса. И, кстати, никакие точки ключевые Gamer's 2 не зааркадили в этот момент. Ну, вот впервые какие-то контрдействия успешные предприняли NAP Фрайберг. Ну, увидел, но тут уже как бы... Все, смерть свою увидел, скорее всего, здесь Адам. Но пока пытается дамажить. Мало-мало дэмэджа наносит, но все-таки дал по троим. Гетрайта, вот это реальная возможность. Сарцузешки включился. Пит подключается тоже, забирает своих оппонентов. Ну, вместе с Гетрайтом растаскивают эту ситуацию. Красавчики! Все-таки можно похвалить. Фрайберга очень много дэмэджа, плюс Гетрайд включился. Но еще жив тот самый новичок Боди. У него фул раскидка практически на руках и 55 секунд времени. При том, что, ну, оба игрока не фуловые. Такое можно растащить. На дистанции Пит. Оу! Полегче Боди! С АВП Гетрайд мажет, где он не выстрелил. Он выстрелил, но промазал. Боди просто начал машину чекать. Ну, да ладно. Смоук позволяет играть надежно. Боди, ну, не успеет уйти. Гетрайд на морозе! Выход Смоук! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боди вроде как и ждет, но может потерять свой тайминг. Ну, давайте смотреть. Боди чувствует, чувствует подвох. Что творится? Ну, ладно, кто выиграл? Пишем в чат. Почините стрим! 50 на 50. Ребята, ну, по идее, Боди должен чекать правый. Ну, давайте смотреть. А, Бобу ставит. Он увидел. Увидел, ну, Гетрайд. Этот парень с СЗшкой сегодня просто божит. Сколько фрагов из СЗшки выдал Гетрайд. Вообще, мне кажется, это лучший девайс, который пока что побывал на руках у Али Сунда. Очень много красивых минусов именно с этого пистолета. Вытащил все-таки раунд Швед. И это позволяет команде NAP и всем фанатам шведского КСа все-таки верить, что они еще поборются хотя бы за второй Даст. Кстати, а ведь это было эко. Все-таки НИПы смогли даже экономически взять. Только вот одна муха была, потом отжали еще калаш. Ну, и в итоге смогли реализовать те самые девайсы, ну, на все 100%. Ну, что же, продолжаем просмотр. Сразу по два ВП закупает каждая из команд. Форест Питт от NAP. Ну, и, конечно, Смитс плюс Шокс. Ну, я думал, сейчас очередной интрикил будет для французов. Но каким-то чудом здесь уже все-таки Смитс не попал. Форест увидел, но слишком поздно. Вроде бы впервые, по-моему, СВП пытаются работать на Б. Ну, вот так погибает. Ну, посмотри, вот НИПы они даже не успевают занять точкой. Они играют уже от ретейка позиций. Смотри-ка, игроки на Б, а бомбу в респауне. Вот это незадача. Боди, конечно, бежит. Но его в темке может убить. Там Гзист может срезать. А, Гзист-то не знает? Ну, сейчас такой спорный момент, но Гзист... Ну, нет, он медленно слишком идет. Да, Боди просочился. Но шведы, по-моему, сами не в курсе, что... Почему нет бомбы? Ну, кстати, такой тайминг от Гзиста могут тоже не прочитать. Ну, давайте смотреть. На удержании трое рейли на РПК и Шокс на АВП выбивают два кольта и также АВП для Пита. Слишком много времени сейчас теряют. Шокс чекает Темку по дефолту. То есть там в любом тайминге... Все, уже закрыли, да. РПК отличный угол, очень далеко Фрайберг, он в медле все еще. Но флешка, флешка под Шоксом. Ну, тут интересненько, но Шокс все-таки Гзиста минусует. Ну, и пытается выровнять ситуацию Шокс. Размен дает Фрайберг, дает даблкил третьего, но не на чек. Редовый РПК ставит точку в этом раунде и берет седьмой для Джиту. Очень жесткий момент. Ну, тут позиция помогла РПК, повтор от глаз Шокса. Опять Шокс тащит раунд раз за разом. Как будто мы вернулись на два года назад. Просто выключите Шокса и будет вся игра хороша у Нипов. Но вот как его выключить, вот это совершенно другой вопрос. А тут крах по экономике. В очередной раз экономически действительно для команды Нипи. Не удается им выйти на хороший стрик. Ой, скрим. Я хотел сказать отдает девайс, но нет. Ну, он-то отдал, но спустя сколько минусов-то все-таки. Разменялись три в одного, ну и Каваш-то тоже уже забрать не смогут. Ой-ой-ой, тут Фрайберг решил поиграть. В аркаду гитрайт, ну борется гитрайт. Ну, как же этого недостаточно. Сделал минус, Шокс забирает ОВП, но вот в очередной раз укрепляют длину и не могут с ней справиться. Абсолютно. Причем, ну, непонятно, надо что-то менять. У Нипи, у них уже практически закончилась половина, а принимать длину они так и не научились. Да, 14-й раунд, дорогие друзья. Действительно, половина заканчивается. Ее уже выиграли. Геймерс 2, ну, как бы Нипи дефолтную пятерочку выиграли. То есть, вроде бы, игра в дни ворота, но Нипи не так простый. Оу. Ну, здесь бы, наверное, хотелось уже раундов 6-7, но тут мы видим, что максимум 6, скорее всего, будет. Смитц на теке перестреливает Фореста. Очень уверенный момент. Шокс и еще одно попадание. Без потерь это был девайсный раунд, дорогие друзья. Как жестко включились французы, слушай. Настолько феноменальные им, настолько красивые выстрелы. Просто шокс и скрим. Взяли спокойненько за тренировки. Посмотри, он еще и хэдшот повесил там. Скриму вообще ему не нужно хоть что-то видеть для того, чтобы вешать головы какие-то рандомные. Бедолага Пид вообще не понимает, что происходит на этой карте. И закуп, конечно, на все деньги. ТЗшки, скаут, UMP для Фрайберга. Ну, а G2 уже плетка, уже 2 ВП. Пид, вот, кстати, не ждут его тут. Ну, RPK тут может... Не успеет. Нет, не успевает закрыть спину, но, тем не менее, тут подстраховал тиммейт. Все, RPK по инфе Бадди вышел, дал минус. Одинокий поджим шведского игрока не реализован. Ну, тут еще экзист. Здесь погибает Фрайберг, пытается с UMP-шкой кого-то найти. Ну, перестреливает RPK, второго забрать тоже мог бы, но там стрельба уже не пошла. Но это будет снова 10-5. Судя по всему, да, счет повторится Боди. Вот как старается Гетрайт? Ну, вот у него ЦЗшка, и этого хватает. Конкретно Гетрайт у достаточной ЦЗшки. А вот чего не хватает его команде, пока непонятно. Вообще не идет игра. Гетрайт, конечно, цепляется, но позиция скрима слишком непредсказуемая. Действительно, это 10-5. Ну, если бы не пистолетка, которую взяли шведы, это был бы вообще тотальный разгром. Да, и снова все упирается в те самые пистолетные раунды, которые так нужны что одним, что другим. Вот сейчас NAP от Train 2. Снова нужна пистолетка, снова нужно комбетчить сразу и не отпускать раунды. Смис доволен бешеной кони. Это, видимо, фанат Liquid какой-то. Ему надо в синий цвет покрасить коня. Пока что в хайлайте. Ну, в хайлайте это просто включите игру Шакса. Да, бенефис Ричарда Попилона должен быть очень много. Невероятное количество красивых минусов сделал именно он. Ну что же, и лига продолжается. Группа B сегодня начинает противостояние. Явные фавориты это, конечно же, NAP и Gamers 2. Но не стоит списывать со счетов Selfless. Ну и, возможно, даже Optic заиграют завтра. Ну, про Optic не уверен, а вот Selfless еще удивить нас действительно могут. Ребята играют на должном уровне, а вот пока что у NAP чего-то до не хватает. Как бы французов они законтрить не могут. Причем, в частности, не могут законтрить Шокса из скрима. Этого достаточно. Да, NAP, несмотря на вроде бы тенденцию улучшения своих результатов, выхода на пик концентрации, все-таки столкнулись еще одной не менее мотивированной пятеркой. Те же Gamers 2 буквально за последний месяц уже успели очень громко заявить о себе, заняв топ-2 на ESL Pro League, уступив в финале не кому-то там, а Luminosity. Ну, я думаю, то, что G2 уже стали топ-1 Франции, это неоспоримый факт, потому что Envy скатились. Они пропали, они пропали, к сожалению. Тут G2 на белом коне, которого мы там видели, заезжают в топ и начинают разваливать всех. Действительно. В частности, ну, очень сильно напрягли бразильцев. Да, команду Envy, скорее всего, мы увидим во всей красе уже на квалификацию к следующему мейджор-турниру. Там будет действительно огромное количество громких, по-настоящему громких тегов, которые мы привыкли там в финалах мейджора видеть. Ну, я думаю, NBK и компания еще заиграют. Ну, я не знаю, зачем нам это сравнили. 0-9 против 3-2. Чтобы погрустить за Фрайберга, ну, действительно, здесь... Ему стыдно, по-моему, Фрайбергу на этой фотке. Такой взгляд такой... Ну, не хотел, ребята, но старался. И при этом Шокс еще так смотрит. Ну, Фрайберг, старина, соберись. Ну что же, 10-5, вторая пистолетка. Пожелаем командам удачки. Ну и поехали. Смотрим за происходящим. Форест играет в тактику G2, но при этом Смит слепым почему-то сбривает своего оппонента, ну и размены в пользу диффенса. Вот то, чего не получалось у шведов. Укрепление длины и хорошей серии фрагов. Получается у команды G2. РПК начекал двух последних. Дал расклад. Спину закрыли. Все. С двух сторон капкан захлопнулся. Как играть против команды, когда у нее так летит? Там были все слепые, но при этом все равно разменяли свою пользу. Фрайберг, ну, понимаешь, что есть спина, но тут уже... Да, ничего не поделаешь. Ставка была однозначно на врыв длины, но без шансов. Вот так вот пишешь, что зверь вернулся. Да, 23 фрага за первую половину. Старина Шокс действительно обрел второе дыхание. Ну и РПК замечательно играет. Скрим. Новичок Боди вроде бы кого-то убивает. Ну, в общем, все хорошо. Такое ощущение, что мы смотрим Трейн в новых декорациях. Снова происходит то же самое. Можно уже включать дубляж нашего голоса, потому что пистолетку и NAP проиграли. Ну что же, попытка форсбая для шведского коллектива. Тейки арморы, P250, Дигл у Фореста. Что касается дефа, они тупо аркадят длину. Ну, за это сейчас могут поплатиться. Уже Шокс остался битым, но вот Смит своего тиммейта подстраховывает крайне здорово. А Скрим уже побежал фармить урожайщик. Ну да, вот этот одинокий минус сейчас очень сильно помог. Скрим! Прошелся по головам. Это казнь. Просто обезглавил двух шведов. Пит Экзис. Ну, почему не ставят паузу? Я не понимаю вторую карту, не ставят паузу шведы. Вот они летят. Вообще ничего не получается. Они летят на второе-третье место в своей группе, судя по всему. Потому что вот то, что мы видим сейчас от Ниндзя в пижамах, ну, это хорошей игрой назвать трудно. Да, вот убрали гитрайта, и позиции Фрайберга и Фореста были не совсем оптимальны. Ну что же, плюс мораль для команды Геймерс 2. Нипы остаются с глоками без арморов. Это уже должен быть счет 13-5. Да, потом будет та же ситуация, что и на трейне. Снова-таки попытаются закэмбэчить, но будет, возможно, уже слишком поздно. Скрим пошел собирать очередной урожай для себя, но здесь ему кризис этого сделать не позволяет. Да, всю команду не убьешь. Шокс в центре карты, правда, нафармит. Судя по всему, неплохо. Аркада темки вообще не получилась. Там шоу бы нехило. Туда-сюда Нипы все-таки могут еще и добежать до Б-планта. Шокс понимает, а пытается уже врываться под собственную флешку. Ну и увидел. Да, вторую флешку накинул тиммейт. Это уже позволяет сделать одинокий фраг Смитц. Тут как тут, патроны заканчиваются. Юз в бой. Ну, раунд флешек просто вот. Постоянно Нипы были слепые в ключевые моменты. Ну и в итоге три полки от Смитца. Да, Смитц молодец. Вот он повтор. Ну, Зис-то там судит. Да, патроны закончились. Манцевал как мог. Ну, что это такое? Это какой-то грустный Смитц. Непонятно, что вроде бы он нормально разыграл. Все было здорово. Но надул губки Смитц. Такое тоже случается. 13-5. Последняя надежда Нипы. Заявите себе на карте Д-Даст-2. Есть снайпер у французов. Это, конечно, наш Смитц. Он на АВП. Вот Нип пока что играют только на калашах. Ну, вот кардинально отличается их модель атаки от того, что мы видели у G2. И как мы видим, такая модель атаки пока не приносит результатов. Геймер, стук. Кстати, играют не совсем дефолтно. Двое на Б, двое на А. Один яма. Центр вообще не контролится. Смитц стоит на выстрел под шорт. Но и шведы через Зигу не идут. Пока что. Но шведы походу хотят все-таки двигаться именно в парыщ. Судя по позициям, ждем такого выхода Смитц. Ой-ой-ой, позиция Шокса или пан или пропал. Все-таки нет, перестроился. Обычно за этими бочками ты или даешь демки, или тебя не отпускают. Ну, пока что, да, пока что сместился в позиции Смитц. Возвращается на агрессивную точку приема. Спалился. Причем как-то вот на опережение слишком стрелял. Ой-ой-ой, Шокс с этим Смаком в руках. Явно не в тему. Смитц пропускает всех. Еще и промахивается Смитц. Погибает. Это разрыв. Это разрыв. Все, Шокс здесь тоже должен быть не железно. Он почему-то так долго как-то мансовался за этой точкой. Но таки погибает при размене от Фрайберга. Ну, действительно не разобрали Шокс и Смитц. Что-то вроде бы и АВП было, и инфа была. В итоге Шокс со Смаком. АВП всех пропустила. Но есть еще РПК, конечно. Ну, вот только разве что РПК. Ну, и долго он, конечно, тоже не жил. Гзи ставит точку в этом раунде. Ну, опять-таки за девайсами зацепились. Но все как по сценарию. Да. Любопытно. Французы ждали Шорт. Стоял Смитц на выстрел. Ждал Шокс. В итоге просто без единого размена шведы занимают базу А. Ну, неплохо. Будем надеяться, что моралька еще не на самом дне у NAP. Потому что этот раунд очень важен. Экономика, как мы видим, закончилась. Ох, но тут старина Шокс говорит. Фрабер, как дела? Видимо, не ждали, что АВП появится. А Шокс купил АВП без армора. Такое тоже бывает. Искри в аркаду напоминает этот матч Virtus.pro против бывших CSGL на Олимпийском. Когда вот уже просто на уверенности ВП начали аркадить мидл в любом раунде. Ну, и при этом... Ну, вот опять, почему это работает? Это главный вопрос, который мы себе задаем регулярно. Но так оно и происходит. Шокс. Перестреливает Фореста. Ну, вообще не нужно, по-моему, уходить на позицию, где стоит Шокс. Ну, они ж не знают, где он. Он еще и смещается. Он минус в мидле. Пошел на Б, там убил. Ну, просто парень ураган. Да, и к сожалению, не удалось закрепиться в экономике NAP. Бомбу, я так понимаю, очень маловероятно, что они установят. Вот Шокс видит этот дым. Разводной смачок для Шокса, но действительно не сработал. Гетрайт последний с бомбой может пройти через шорт. На самом деле Смит со скаутом не должен составлять проблем. Вот он выход. Давайте смотреть. Ну, тут тайминг был в пользу Гетрайта, но тут надо включать клатч мастера. Просто растаскивать. Остается уже один в три, но пока что не спешит ставить пакет. Да, очень странно, что не спешит. Прочекал все-таки КТ под флешку. Ставит, как мы видим, под гуси. Будет отстреливать. Будет отстреливать. Двое с длины. Ну, смотри, тут же просто, ну все, это было бесшансово. Идеальный тайминг для французов. Просто открылись, а там тушка на рампах. Странно разыграл. Он, наверное, думал, что все уже очень близко. Он поставил, спрыгнул. Никого, никого, никого. Ждет пять секунд, никого нет. И тут двое с длины. Знал бы он тайминг, поставил бы или под шорт, или по длину. И пытался бы занимать хоть какую-то позицию. А так он мансовался в пленте против троих. При этом, ну, троих-то и не было там. Вот что самое обидное было для Гитра. Они были очень-очень далеко от пунта. Ну, и в итоге пока что, ну, чот изи для G2. Да, последние девайсы у шведов. Два калаша, Галил, девятый тек у Фрайберга и скаут для Фореста. Ну, и, конечно, у КТ все здорово. Всех увидел, ни по кому не попал. Чот Форест, кстати, тоже выключился. Во второй половине мы его особо и не видим. На трейде постарался, понял, что безнадежно. Тут сказал Гитра, теперь дело за тобой. Да, Гитрайт в первой половине с ЦЗшкой дал нам пару-тройку ярких эпизодов. Ну, пока что 14-6. Самый, казалось бы, напряженный бой группы B. Че-то не очень. И как-то G2 Selfies выглядела по-напряженнее. Да, Скрим. Сэмка Роллтон делает минус по Питу. Гзист, отдается Фрайбер. Ну, это так, ну, разрыв. Просто без шансов, односторонняя игра. Табуляцию можно вообще не нажимать. Разочарование, к сожалению, от Energy. Мы все так ждали этого последнего матча. Все уже потирали руки в ожидании этого противостояния между двух, ну, отличнейших команд. И здесь что-то такое. Да уж. Ну, все-таки подъем команды Gamers 2 поярче. Хотя только сетка плей-офф расставит все точки над И. Ну, пока, пока что у G2 все очень и очень здорово. Скрим побежал, увидел, надамажил Пита, оставил вообще красным. И все, раунд закрыт. Форест разменялся. Но трое игроков по длине так и не открылись. ХП оставляет желать лучшего. Форест Пит по десятке. Ну да, по ходу дела уже раунд отчаяния от NAP. Хотя пока что каким-то чудом сметают абсолютно всех. Смитс тоже погибает. Боди в соло остается. Есть же, есть же камбэк от NAP. Боди последний. Там трое битых. Вроде бы еще можно вытащить. Но, по-моему, хотя нет, нет. Не успели с респауна его обойти, Форест. Но знаешь, что самое интересное в Counter-Strike? Что всегда есть вероятность того, что самые отмороженные, самые дикие раунды почему-то работают лучше, чем какие-то грамотные и нашифрованные. Нам взяли теки арморы, пробежали все-таки по длине. Но аркада медла, ну, не до конца сработала, прямо скажем, у французов. Да, 15-7. Последние деньги для Gamer's 2 NAP. Уже прижаты к стенке, нужно брать все оставшиеся 8 раундов. Ну вот, только разве что кому-то типа не пол в подобной камбэке и под силу. Но просто он под силу ли они против такого жесткого коллектива, как G2. Форест закрывает центр, но Смитс не выходит на открытую перестрел... Ооо, дождался. Выползает просто на прицел. Все-таки Форест свою жертву дождался. Есть антрекьюл. Ой-ой-ой, будет ли камбэк или нет? Это основная сейчас загадка. Подбирай, кстати, снайперскую винтовку Боди. Ну, буквально возле уха просвистела сейчас пуля у Пита. Ну, это явный знак, что надо смещаться. Шокс ВП еще может остановить этот врыв через Шорт на самом-то деле. Ну, опять идут на Шокса. Это все, это приговор. Ну, тут просто пойдет, не пойдет. Флешка изолирует Шокса. Пять игроков вышло. Эрпикея хоть кого-то должен убить. Не убивает. Никто никого не убивает. Что тройлерится сейчас Боди? Ну, будет сейвить. Ну, как? Как это происходит? Вышли через Шорт. Несмотря на снайпера, все получилось как по маслу. Флешка. Очень много промахов от Эрпикея. И в итоге Боди сейвит АВП. Ну, знаешь, вот в таком сейве он сейчас еще мог бы и сделать, но все-таки нет. Пит успокаивает своего оппонента. Ну, и один матчпоинт все-таки НП отыгрывает. Ну, вот он повтор. Отличный прыжок от Гитрайта. В итоге просто никто никого не убил, никто никого не ждал. Каменный человек у нас на экранах. Ассасин по имени Кристофер. Ну, красиво отыграл. Хороший прыжок. 15-8. Все еще 7 раундов разрыва между этими двумя коллективами. Ну, G2. Вот не совсем понятный закуп. Скрим закупился тяжелым армором и деглом. В итоге у него 50 долларов. Это раунд. Эй, а почему бы 15-10 не сделать? Это раунд. Мы уже расслабились, называется. Ну, посмотрим, настолько ли расслабились французы, чтобы отдать целых 7 раундов к ряду. Ох, ну, надо будет им, конечно, постараться для такого, но пока что говорить рано. Пока говорить рано о том, что и шведы этот раунд возьмут, потому что у них пока никаких позитивных сдвигов до этого момента не было. Ну, наконец-то, наконец-то есть же два фрага, да, против пистолетов, но лучше уж поздно, чем никогда. Ну, в последнее время Кэпа мы что-то редко видим. Именно в таких красивых моментах. Ну и вот Пит доигрался. Уже погибает от РПК. Да, РПК очень много дал информации, прочекал нижнюю тёмку. Ну, нет, конечно, инфы подлиннее, из-за этого Шокс вот мечется. А шведы поняли, что в позднем тайминге надо идти шорт. Это пока что работало. Пока что это действительно работало. Ну и тут идут на РПК. В принципе, его должны тут забирать без особых проблем. Да, много флешек, но не ждали. Вообще абсолютно старину РПК. Ах, только одного убил. Не будет демок Мувика. В скрим последний. Ну вот, закупился в ноль. Результат. Ну вот, мистер Эй у меня Диггл погибает прямо сейчас. Это 15-9. Ну и по экономике, я так понимаю, всё должно быть не очень здорово у французской пятёрки. Да, действительно карту Трей напоминает. Вроде бы и там уже всё. Джиту выиграли. Не пыдали какой-то мини-камбэк. Но до 15-15 не дошли. Будет ли то же самое на Дэдасте? Ну, сейчас мы это с вами как раз-таки и увидим. Ну, сейчас бы на 1700 посидеть. Экономить. Ну, нормально. Скрим. Не знаю, мне кажется, его кто-то стукнул по затылку. У него калькулятор в голове поломался. Ну, в любом случае, второй экономический делаю сейчас с Gamer's 2. Не с кримом единым. Кстати, он тут с Диглом ещё может обеспечить OpenFrag. Ну, здесь вот, да, голова Пита может очень соблазнительно торчать в определённый момент. Ну, и давайте смотреть. Не-е-е, тут уже не отпустил Пит своего оппонента. Ну, что же, вновь и вновь шведы начинают уничтожать. И сейчас должны они прийти к пониманию, что это экономический раунд. РПК. РПК. Ну, тут мог и второго прихватить. Да, вроде бы и флешка была, и всё здорово. Ну, только один минус пока что сделали Gamer's 2. Любопытно, что шведы вообще-то и без бомбы. То есть, заняли все позиции, дали три фрага, а сами-то без плента. Смит, выход, как мы видим, в агрессивный шорт. Фрайберг не стреляется, играет надёжно. Шокс. Ну, его должны ждать, по идее, Форест. Ну, там Форест вроде как и поглядывает, а вроде и нет. Нет, ой-ой-ой, первый, второй. Ну, третьего не будет. Уволил двоих оппонентов Шокс, последний выживший Смитс. 40 секунд. Он должен слышать, он должен слышать движуху. Неужели вытащит 16-й? Хорошая позиция. Ну, неужели две спины? Ну, не может же такого быть. Нет, ну, не против NAP, нет. Гзис не отпускает. Он ждал этого выхода в смоук, и всё-таки Гзис делает своё дело. Мне кажется, я сейчас пропотел больше, чем Нипы вообще за этот даст в этом моменте. Настолько он напряжённый был. Пропотел парень из Selfless, я помню, на прошлой карте. Вот он пропотел. А парни сидят спокойно, собрано, практически никаких эмоций. У Нипов так уж точно. Ну, 15-10. Вот повторяется карта Train. Вроде бы вот уже камбэк, вот уже немного осталось дотащить. Повторяется вообще предыдущее противостояние. Вот G2 это команда, которая буквально аннигилирует тебя, потом позволяет сделать небольшой камбэк и разрушает все твои надежды. Да, на разрушителей надежд Gamers 2. АВП Боди любопытная позиция на контакт под Тёмкой. Прикрывает его скрим на точке. Мидл закрывает Шокс Боди. Тут сам на Форест открывается, но это было слишком просто. Тут у старины Линдберга не было, ну, ни малейших проблем. Действительно, какое-то самоуверенное выползание с АВП продолжает почему-то чувствоваться. Вот какая-то сверхуверенность G2. Вот уже отдали же серию раундов, и все равно он с АВП ползет в тём. Вот я бы сказал, ну, не оправданно это сверхуверенно. Здесь у них ситуация чуточку да похуже, чем на трейне. И вновь в шорт. И вновь на приеме вроде бы АВП. Но почему-то Gamers 2 из дефолтной позиции никого толком не убивали. Ну, здесь должен быть идеальный раскид против Смитса. Он снова-таки промахивается в этой ситуации. Но Смитсу здесь просто не получается отыгрывать. Не пып. Они проходят мимо этого АВП. Они накидывают флешку и просто бегут. Ну, там РПК по этим гусям настрелял сейчас очень сильно. Но что тут уже? Форест один против двоих. 40 секунд времени. Бомба выпала. Форест. Ай-яй-яй, дым немного мешает. Форест выходит надеется, что всё-таки Смит зашибётся. Смит чекает. Форест. Ну, тут либо пан, либо пропал. Он с АВП на руках. Мобильный. Нормально. Можно, можно разобрать двоих сейчас, Форест. Зрители просто уже начинают петь песни шведские. Как в лучшие годы. Форест. Пошёл. Форест. Есть же. Вот это раздача. Квадра килл. Форест. Ну, вернулся всё-таки на Даст. Старина Патрик Линберг. Красавчик Форест. Повтор. Повтор от этого игрока. Действительно, 4 фрага он обеспечивал. Он понимает, что не лучшая игра у команды. Поэтому особо не радуется. Хотел он назвать весёлым бардачом. Но что-то подумал, что нет. Ничего весёлого нет в этом бардаче. Ну, обычно он как-то на приободрённом таком настроении. Но сейчас видно, что даже ему не до шуток. Геймерс 2 остаются без экономики. Гетрайт минус на длине. Ну, вот начинают на те же грабли наступать французы. Но при этом ты заметил, что по Гетрайту предварительно прилетел хэдшот при фаером слепым. Ну, вот, по-моему, джету пора вырубать то, что они там себе поподрубали. Потому что это абсолютно нереальная дичь. То, что от них залетает. На базе БЭТи временем остаётся один Боди. На него идут уже целых три игрока. Потенциально даже четыре. Тут 5-7. Такой, конечно, пистолет. Может навести шороху. Первый, второй. Боди может остановить уже этот даст сам. Но Фрайберг как-то пытается законтрить этого грозного француза. Ну, что же. Интрига продолжается, дорогие зрители. Ситуация 3 в 3 у нас на экранах. Интересная позиция у Фореста. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его же оттуда не отпустят. Вот всё-таки. Но Гитрайд, кстати, разменял по РПК. Ну и патовая ситуация 2 в 2. Но при этом позиции очень дальние у G2. И, возможно, они даже не пойдут на ритейк. Разобрали спокойненько девайсики. Шокс АВП уходит. Скрим с деглом, возможно, найдёт ещё какой-нибудь калашик. Ну и бомба в итоге детонирует. Не пы. Выходит на счёт 15. Ну ты подожди, ты подожди. Они идут. Они идут. Шокс. Есть минус по Гитрайту. Фрайберг борется один против двоих. Фрайберг. Ну надо жить. Надо играть на время. Он должен понимать, что нету китов. Адам Фрайберг. Вот это вы катились на своих больших сейчас Gamer's 2 под базу B. Шокс с АВП на морозе пришёл и сделал минус. Ну наконец-то всё-таки подвезли. Красивый кейсик-то под завесу DAS 2. Да. В Gamer's 2 не до шуток. Всего лишь 3 раунда остаётся до серии овертаймов. Ох, насколько всё жарко происходит. НИПы уже отыграли 6 раундов к ряду. Красавчики на IP. У зрителей мандраж. Все действительно в нетерпении. Парень в футболке Selfless, который очень ей гордится. Походу, сынок организатора. Команды Selfless. Но да ладно. На фуллбай для команды Gamer's 2. Причём хороший. С раскидом. С тремя наборами дефьюз китов. Денег в порядке. Я смотрю, там 4300 у скрима. Ну отдали 6 подряд. Из-за этого такое количество денег. Ой, 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 ой. Я врываюсь на длину, кричит Гитрайт. Но тут поспешно действовал. Да, полез Гитрайт. Понял, что сзади молотов. Молотов у него в руках. Ну, в общем, не разобрался с позицией. И это отличная возможность закончить карту. Для G2. Отыгрывать от большинства. G2 сейчас не должны ошибаться. Всё-таки против Нипов это непростительно. Потный, потный даст. Всё-таки подарили нам шведы. Этот смоуг немного остановит. Сейчас террористов. Сплит выход через мидл. Интересно, убьют ли там Фрайберга. Но он пока в гордом одиночестве. Такой загулял. Скрим. Спрейдал. Минус 2 делает. Фрайберг находит шок. За Форест ответ по скриму. Но Боди всё ещё живёт. И Боди ставит точку в этом матче. И всё-таки 16-12 G2 снова-таки разрушают надежды NAP на камбэк. Ну что же, ГГшечка. Это была последняя шестая карта на сегодня. Французы празднуют свой триумф, выиграв 4 карты. Ну, практически гарантированное первое место в группе B. Надежда, управлятельные G2. Ребята, которые могут позволить небольшой камбэк. Но всё-таки в конце в итоге затащат. Ребята, сегодня определённо молодцы. Красивое выступление, хорошая игра. Но вот не пампо советовать собранности. Разве что остаётся. Ну и включаться в игру сразу, а не только со второй половины. Да, турнир для команды NAP только начинается. Они всё-таки одолели команду Selfless 2-0. Это означает, что, скорее всего, второе-третье место у них будет. И с французами они все-таки не встретятся. Скорее всего, ну, в первых порах так точно. Дорогие друзья, на сегодня уже у нас матчи закончились в группе B. Но при этом завтра вас ждёт также много весьма интересных и захватывающих противостояний. Да, завтра будет 6 карт. Но вы никуда не уходите. Сегодня, да прямо сейчас, стол аналитики расскажет и разложит. Всю карту DAS 2 по полочкам. Им и передаём слово. Субтитры сделал DAS 2 по полочкам. Субтитры сделал DAS 2 по полочкам. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реперальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платёжных систем. Дота 2 и Хардскоун. Контер-Страйк и Старкрафт. Ворлд оф Тэнкс и Лига Легенд. Егб.ком. Ты точно знаешь, кто победит.